В каких случаях дают обет Богу? Как это правильно делать? Вопрос связан с обетом. Обеты – это в Библии Ветхого Завета. Новозаветные христиане лучше, если давали бы один единственный обет только в своей жизни. Только один единственный. Не надо таких обетов. Мы порой обещаем то, что нам не по силам. Мы себя не знаем, мои золотые. Мы так часто о себе порой завышаем мнение, а на самом деле мельче, чем кажемся в собственных глазах. Бывает, наоборот, другую крайность впадает. Лучше бы это не так. Ибо в Писании сказано – исполни пред Господом обеты свои. Мне вот в моей священческой практике много раз приходилось сообщать с людьми, которые просили – бабочка, не взяли как можно, чтобы снять с меня обеты. Я вот обещал то или обещал вот это. Вот это неправильно. Помню, солодная женщина, у них долго не было детей, я пообещал родиться ребенку посвятить его Богу. Говорю, а ты кого решил посвятить? Неодушевленный предмет или живое дитя? А ты с ребенком посоветовался? Ну, это-то разумно было сказано? Неразумно. Поэтому лучше только один обед на всю жизнь. Этот обед дается в крещении. Священнослужитель спрашивает – отрекаешь ли ты от сатаны? Трижды. Отрекаюсь. Сочетаешь ли Христу? Сочетаюсь. Других обетов нам не надо. Этого достаточно. Ну, раз исключение только вот кому. Кто вступает в брак и венчается? Само венчание – это уже обет. Любить по-настоящему. До гроба и дальше. Продолжение следует...